Вот уже два года в школе номер 12, что находится в самом сердце татарской слободы в Казани. Существуют еврейские классы. В них, наряду с грамматикой и другими обычными предметами, дети познают особенности национального самосознания. Для этого и существует в расписании занятий школы урок традиций. Среди желающих изучать еврейский язык, познавать древнюю культуру, дети самых разных национальностей. Быть евреем нелегко, считает куратор классов Ольга Львовна Труп. Я считаю, что да, действительно, то, что наши дети могут открыто, с достоинством, с гордостью сказать, что я еврей, это и есть, наверное, наше главное действительно достижение за эти два года. Я неоднократно, наверное, цитирую слова одного из наших родителей, который сказал на вопрос, почему вы отдаете ребенка в еврейскую школу. Он сказал, по крайней мере, он никогда не будет антисемитом. В школе работает сильный педагогический коллектив. Компьютерное оснащение – одно из лучших в России. Программа рассчитана на воспитание человека будущего. Но родителей подкупает не только качество образования. Вы знаете, наверное, нельзя уже сейчас говорить «татарская слобода» или еще какая-то слобода. Мы не можем разделиться и жить местечками. Что? Мы разделим весь город на части. Здесь будут жить русские, здесь будут жить татары, здесь будут жить евреи. Этого делать нельзя, и мы это очень хорошо понимаем. Да это уже сейчас и невозможно сделать. Здесь старшие заботятся о младших. Здесь вместе поют и говорят на разных языках. Здесь одинаково чтут русские, еврейские, татарские традиции. Каждый день специальный автобус привозят на занятия и развозят по домам учащихся еврейских классов. Миш Пахтейна. Так на иврите звучит название школы, что в переводе означает «моя семья». Субтитры создавал DimaTorzok